С 1 марта 2023 года россияне должны будут выбрасывать мусор в разные контейнеры. Такое требование Госдума внесла в новый законопроект об обращении со вторичными ресурсами. Также в новый закон внесут такие понятия, как вторичные ресурсы и вторичное сырье. Расскажем, какие еще изменения должны произойти в мусорном направлении. Да вообще-то нужно, но нет ведь у нас контейнеров отдельных. Вот в нашей старой части ничего нет такого. А вы как считаете? Я тоже думаю, что стоит сортировать. Ну я считаю, что нужно. Может быть более ответственные станем. А вы бы стали сортировать? Конечно, стало бы. Потому что в Москву, когда ездишь, куда-то отдыхать, там везде же на вокзалах стоит. И дети все бросают, вы разные. То есть если бы были у нас контейнеры, вы бы стали сортировать? Конечно. Если будут собирать, почему бы и нет. Вы будете сортировать, если у нас будут контейнеры? А я и так сортирую. А так я, допустим, бутылки в один завязываю, бросаю. Вы знаете, мне кажется, даже есть такие уже места, где это делается. Вот там на Силкино, я знаю. И молодые люди, молодые семьи даже придерживаются этого. Им это нравится делать. Но, наверное, если в смысле глобально смотреть в масштабе страны это надо, значит, надо и в Сарове это делать. А вы готовы сами сортировать мусор? Ну, если будет такая возможность, такие условия, это, конечно, да. В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам подготовить законопроект о перечнях продукции, при производстве которой можно использовать вторичное сырье. Но на некоторое время работу над проектом приостановили. А 28 июня 2022 года Госдума приняла законопроект о раздельном сборе мусора. Большинство его норм вступят в силу с 1 марта следующего года. Закон должен постепенно обеспечить стопроцентную сортировку отходов. Сейчас в Сарове сдать те или иные вещи или материалы на переработку можно только самостоятельно в нескольких пунктах. Есть пункт приема на товарной базе по адресу железнодорожная 9, куда можно прийти и сдать пластик. Также они принимают муклатуру. Есть у нас компания так называемый Саровский фтормед. Они расположены на шоссе Южном, 26. Они принимают муклатуру, стекло, пластик и металл. Под вторичными ресурсами закон подразумевает отходы, которые могут быть повторно использованы для производства товаров или получения энергии. А вторичное сырье – это продукция, полученная из вторичных ресурсов. Новый законопроект призван не просто сделать сортировку обязательным процессом, но и превратить ее в общую практику для всей территории страны. В Сарове вопрос об организации раздельного сбора мусора встал еще в 2019 году. Но тогда никто не был готов к подобным нововведениям. Сейчас городская администрация предлагает жителям многоквартирных домов возможность организовать в своем дворе раздельный сбор бытовых отходов. Решение об этом должны принять собственники квартир на общедомовом собрании. Самый главный вопрос основной – это решение общего собрания. То есть, если люди изъявляют желание перехода на раздельный сбор, они должны заявить управляющей организации. То есть, своей инициативой и совместно с управляющей организацией произвести расчет предварительной платы. Что касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то в новом законе уточняется, что они будут обязаны или передавать вторичные ресурсы специализированным компаниям, или утилизировать отходы самостоятельно. За хранение ресурсов, которые считаются вторсырьем, закон запрещает. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.